МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, не странно, эта идея принадлежит уполномоченному по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Изначально такой совет отцов при уполномоченном создан именно при Анне Юрьевне. И это совет, который активно распространяет свои щупальца и заражает нас этой идеей. Это действительно замечательная идея. В феврале месяце у нас проходил всероссийский слет отцов. И когда я увидела в зале порядка 500 отцов и буквально 10-15 женщин, я поняла, что отцы – это сила. И что в нашем округе это тоже очень необходимо. Этого не доставало, да? Это не доставало. И я так думаю, что и у меня коллектив чисто женский, и нам нужны мужчины-помощники. И в первую очередь, конечно, нашим семьям и нашим детям. Поэтому совету отцов быть, совету отцов жить. И он будет создан. Объявление о создании совета отцов планирую где-то в первой декаде мая месяца. В это же время мы проведем видеоконференцию со всеми отцами во всех муниципалитетах. Но у меня идея сразу не на одном муниципалитете, а сразу все охватить. Да, у меня же есть детские помощники во всех муниципалитетах. Так вот, будут отцы с детьми вместе. Уже идея, в общем-то, полная корзина творческая. И первая идея, это в семейную неделю, которая у нас объявляется в округе к 15 мая, в Всемирном дню семьи. Да, неделю семьи. А вот будет неделя семьи, и в эту неделю у отцов будет первое поручение. Это проверить детские площадки на их безопасность. И самое главное, попытаться отремонтировать их своими силами. Так, вот, собственно, мы и переходим к решению вопросов. Но, Артем, да, он один из первых, я так понимаю. Артем вообще первый человек, который сказал, я хочу. Я хочу, так самое главное, могу. Да, конечно, я хочу, я могу. Я участвовал в конференции, когда был отсчет об актуальности данной темы. Создание совета отцов у нас в городе Хантамантийске. Вот, ситуация какая, что часто зачастую папа, что, молодой папа думает, что он должен сделать, он должен сделать, зарабатывать деньги, да? Поэтому... Он уходит в это с головой, и это правильно, естественно. Ну, кроме этого, у него есть и другие обязанности, да, чтобы он не исключался из, как говорится, взаимодействий межсемейных. Вот, а то, получается, мама остается с ребенком. Семьей занимается, а папа зарабатывает деньги. Да, папа зарабатывает деньги. Соответственно, усиливается связь мама-ребенок, папа где-то в стороне стоит. Папа деньги усиливается связи, папа деньги, мама-ребенок. Слушай, Максим, слушай. Соответственно, да, а папа же должен тоже участвовать в взаимодействии с мамой, потому что это его жена и должен взаимодействовать также с ребенком. Вот, и, соответственно, грубо говоря, после работы, в которых я не за журнал браться или за планшет, а с ребенком позаниматься, погулять, естественно, с женой сходить в театр. Все это нужно успевать делать, потому что семейные отношения, то есть семейные отношения, их нужно укреплять, и их нужно поддерживать. Это если вот один ребенок, а если два и более? Просто идеально. Если два и более детей? Да, это же, ну вот сколько у вас детей? У меня 5 детей. Их, их, их. А с чем все успевает, понимаешь, да? Я вам, знаете, как скажу, что скажу. Когда у нас появился один ребенок в семье, мы с женой, у нас бабушки далеко, думали, боже, как нам трудно жить. Как тяжело. Как тяжело. Но когда у нас появился второй ребенок, мы поняли, как нам было легко, и как много свободного времени у нас было, которое мы просто не умели правильно спланировать. Если вы правильно планируете, у вас хватает времени на все. Ну, то есть, и, соответственно, и теперь, но совет, это же тоже затрата времени, но затрата времени на благое дело, потому что же вопросы будут и решаться, и подниматься какие-то, ну, важные. Серьезно, конечно, конечно. Но в первую очередь совет отцов, это продвижение семейных ценностей. Вот мы начинаем утрачивать почему-то. Артем, вы сами захотели попасть в этот совет, а вот другие отцы, другие папы семейств, как они попадают? Это какая-то конкурсная картура? Какие мы сделали на территории нашего округа? Я попросила глав направить в мой адрес кандидатуры для включения в совет отцов, но обязательно согласованные с общественными организациями, которые действуют на территории муниципалитетов. Кто, как не они, знают тех активных отцов, которые действительно могут что-то делать и готовы реальные свои возможности применить к работе. А, то есть тут есть какие-то параметры, по которым выдвигаются те или иные кандидатуры? В любом случае в этот совет отцов я бы хотела, чтобы вошли люди не те, которые хотят пропиариться, а те, которые реально хотят работать. Хотят помочь. Хотят работать. Наличие жены, детей, ну, каких-то опять же... Отцы, это такое образное понятие? Или все-таки мужчина должен быть отцом семейства? Ну, отец это не совсем просто мужчина. Отец это все-таки отец, который имеет опыт воспитания детей, который имеет опыт семейной жизни. Потому что, ну, вот у нас есть печальная статистика. У нас всего 20% мужчин остаются в семье, если рождается ребенок-инвалид. Печальная статистика? Да. Печальная. Так вот, хотя бы до 30% мы с помощью таких отцов, я думаю, что сможем увеличить. Мой совет также, да, то есть повлияет на, в принципе, и сохранение семейства. Конечно, мы будем не только работать, ремонтировать, но, по крайней мере, как я говорю, эти папы не должны ждать милости от природы. Они должны идти и делать. Идти и делать. Очень хороший, кстати, девять, я буду советовать отцов в Югре. Не должны ждать. Идти и делать. Вам спасибо огромное. Спасибо большое. Что пришли. Доброго бодрого утра. Желаем и вам с гостями. Прощаемся, дорогие друзья. С вами Жури Меся Две. Давайте две с половиной минуты дождитесь. С вами Жури Меся Две.